Здравствуйте, коллеги! Мы вас видим, я вижу, пишут. Хорошо, нас спрашивают, не нужно. Видите ли меня? Всем ли меня видно? Всем ли меня слышно? Появилось изображение. Хорошо, вижу. Для начала хотела дать инструкции. Ссылка на сертификат будет выложена в чате по окончанию вебинара. Ответы на вопросы будут после презентации. И если кому-то будет плохо слышно, то попробуйте подключиться через другой браузер. Если будет зависать видео, то попробуйте его заморозить. Поговорим с вами о метапредметных умениях и действиях. О том, какие метапредметные действия совершаются для того, чтобы выполнить то или иное задание. И рассмотрим все это на примерах из учебников Enjoy English. Известный американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер утверждает, вы видите цитату на слайде, «Знание становится все более скоропортящимся продуктом, и сегодняшний факт превращается завтра в дезинформацию». Общество, в котором отдельно взятая личность постоянно сменяет работу, место жительства, социальные связи, расходует огромные деньги на эффективное обучение. А поэтому в школах будущего должно преподаваться не только сумма знаний, но и умение ею оперировать. Школьники должны научиться учиться. Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная переходом общества на его инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей обучения и способов их реализации. В концептуальных документах отмечается, учащиеся современной школы должны быть вовлечены в исследовательские проекты, в творческие занятия, чтобы научиться понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, приобретать вкус к изобретению нового, принимать решения, помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать возможности. В связи с этим метапредметные результаты получили должное отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. Прежде всего, чтобы избежать недопонимания, давайте разделим два понятия – межпредметность и метапредметность. Иностранный язык, как учебный предмет, позволяет реализовывать разнообразные межпредметные связи с родным языком, с литературой, географией, историей, другими дисциплинами. В данном случае межпредметность означает связь других предметов с иностранным языком. То есть, меж – это между. Соответственно, межпредметный – это между и предметы, то есть находящиеся между дисциплинами, в тесной связи с ними. Мета от греческого «после-черес» означает «за», «после», «вне». Соответственно, метапредметный – это находящийся «за», «после», «вне предмета». Отсюда следует, что межпредметность может быть выделена только как компонент метапредметности. Согласно тексту Федерального государственного образовательного стандарта, метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися универсальные учебные действия, познавательные, регулятивные и коммуникативные, обеспечивающие владение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями. Давайте обратимся к тексту в ГОС. Что говорит нам стандарт о метапредметных результатах? Рассмотрим перечень из метапредметных умений, которые должны быть сформированы к концу четвертого класса по любому предмету. Перечень велик, но если выделить ключевые фразы и разобраться в нем, то он становится ясным и понятным. Всего в ГОС выделяет 16 метапредметных результатов. А именно, это овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и ее осуществления. Ключевыми словами является принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. То есть, это работа с инструкциями, это задание к самим упражнениям. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Сюда мы отнесем проектную работу, это мини-проекты, это просто творческие упражнения. Позже покажу, что могут выполнять ученики, например. Это формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Определять наиболее эффективные способы достижения результата. То есть, умение планировать свою работу, например, в процессе выполнения проекта или в процессе выполнения проверочной работы. Умение продумывать, как поступить, чтобы достигнуть того или иного результата. Далее. Это освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. То есть, учащийся столкнулся с проблемой, неудачно решил ее, допустим, исправил ситуацию, запомнил о произошедшем и при повторном столкновении с подобным заданием он пользуется своим новым знанием. Это формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. То есть, сюда входит умение справляться с паникой, находить выход из положения, например, при выполнении тестов, при анализе своей работы над заданием, допустим, на аудирование. То есть, ребенок слушает и думает, почему он что-то не услышал или услышал, но что-то не то. Следующее. Это использование знаково-символических средств в представлении информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. Сюда входят таблицы, анкеты, схемы. В английском языке мы их очень часто используем. Это активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий, то есть ИКТ, для решения тех или иных задач. В данном случае это использование обучающих компьютерных программ, как в классе, так и дома. Ну, а также интернета для решения, допустим, определенных задач по проекту, то есть поиска каких-либо иных путей решить его. Это овладение навыками снослового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. Это использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. Это умение вводить текст с помощью клавиатуры, готовить свое выступление, выступать с аудио, видео, графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. Это овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей. Безусловно, это упражнение на соотнесение, на мэтчинг, например, на сравнивание иллюстраций для развития навыков говорения или для более ясного понимания некоторых грамматических структур. Это готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою точку зрения, излагать свое мнение, аргументировать и давать оценку событиям. Это определение общей цели и пути ее достижения, то есть умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. В данном случае ярким примером будет технология сотрудничества. Это готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. Это овладение начальными сведениями о сущностях и особенностях объектов, процессах и явлений действительности. Сюда мы, безусловно, отнесем знания, полученные из географии и биологии, например, и других предметов. Это овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями. И, конечно, умение работать с учебными моделями. Вспомним учебники Enjoy English для начальной школы, где грамматические правила объясняются с помощью моделей. Как мы видим, если выделить только самое нужное, то перечень уже не кажется таким сложным и невыполнимым. Согласно примерной программе, в процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка, то есть прогнозировать содержание текста под заголовку, выписывать отдельные слова и предложения из текста, списывать сам текст. Овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст. Совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используют речевые клише, поддерживают беседу, задавая вопросы и переспрашивая. Учатся осуществлять самоконтроль, самооценку, учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера при наличии мультимедийного приложения, то есть к учебникам издать этот титул, ко всем они разработаны и все можно использовать. Обратимся к авторской программе курса Enjoy English. Перед вами выдержки со страниц 5.6 рабочей программы по новому федеральному государственному образовательному стандарту. Я вынесла чуть крупным более планом определение, которое дают авторы, которое взято прямо из федерального государственного образовательного стандарта, на которое опирается дальше курс. То есть к метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями. И далее мы видим большой перечень метапредметных умений, которые формируются в процессе изучения иностранного языка. Также к курсу Enjoy English выпущена замечательная брошюра обучения английскому языку в курсе «Английский с удовольствием». И она очень может помочь в написании планирований, то есть когда мы пишем с вами анализ упражнений, какое упражнение, какие метапредметные действия формирует. На странице 37, я показала стрелочкой, содержится материал как раз на метапредметных умениях с примерами. Вот, например, один из разворотов книги. Планирование деятельности опора на подробные инструкции, как пример приведен из учебника для второго класса, из рабочей тетради. Учащиеся выполняют проект по инструкции, метапредметное действие. На соседней странице это умение планировать свою деятельность, также мини-проект уже из учебника для одиннадцатого класса. Учащиеся по инструкции выполняют мини-проект. Где можно скачать брошюру, нужно зайти на форуме в раздел учебников Enjoy English, найти там вкладку «Тему видео лекции по методике и методические материалы по учебникам Enjoy English», и там можно, где я ввела, скачать методическую брошюру. Подведем небольшой промежуточный итог и посмотрим на перечень основных метапредметных умений, достигаемых средствами предмета иностранный язык. Это смысловое чтение, поисковое чтение, это основные логические операции, сравнение, анализ, классификация, синтез, это заполнение анкет, таблиц, выполнение схем, работа с ними, принятие и сохранение целей и задач учебной деятельности, то есть работа с инструкцией, достижение взаимопонимания в процессе устного общения, работа в группах сотрудничества, в том числе выполнение проектных работ, оценочная деятельность, самонаблюдение, самооценка, взаимооценка, самокоррекция, познавательная и личностная рефлексия и выполнение заданий с использованием средств ИКТ, в том числе ресурсов сети интернет. Давайте посмотрим, как метапредметные умения формируются на примерах из учебников. Перед вами на слайде иллюстрация страниц из учебника Enjoy English для пятого класса. Справа от нее таблица с перечнем метапредметных действий, которые формируются в ходе работы над данными упражнениями. Я уже все выписала, давайте проанализируем. Упражнение 102. Учащиеся читают диалог и в упражнении 103 по заданию ищут примеры из данного диалога, то есть они выполняют метапредметные действия, у них смысловое и поисковое чтение. На сравнение у нас направлено упражнение 105, в котором учащиеся должны сравнить две картинки. И грамматика объясняется на сравнении. На, например, классификацию у нас направлено упражнение 106. Учащимся надо не только понять, что Алиса сделала сегодня дома из-за того, что запланировала, а что еще не сделала, но еще и проставить для себя, понять, где плюс, где минус, именно что она сделала, что она не сделала, а потом уже только выразить это в говорении. Задание, например, на познавательную и личностную рефлексию. Это 104 упражнение. Act out the dialogue with your partner. Учащиеся используют полученные знания из диалога, полученные структуры в говорении. Перед вами разворот из учебника для третьего класса. Что мы здесь видим? Текст Клэва Миранда. Учащиеся его читают. Это поисковое чтение, потому что по заданию нас просят назвать главных героев. Далее по прочитанному тексту выполняются упражнения. Complete the sentences. И скажи, к кому или к чему в сказке относятся слова. То есть учащиеся проводят анализ прочитанного и выполняют задание на выбор правильного ответа, расстановку картинок в упражнении 6 в правильном порядке, что тоже требует совершения логической операции, анализа, а затем синтеза. И в упражнении 7 мы видим сравнение. То есть учащиеся надо сравнить, что происходит и почему это происходит. Пример из учебника для 4 класса. Упражнение 8 в составе слов предложения, запиши их, требует выполнения действий анализа и синтеза. Упражнение 9. Напиши время, которое показывает часы в сказочном лесу. Направлено помимо того, что тренирует правильно по-английски называть время, еще и на общее развитие учащихся, так как это мнение нужно всегда нам в повседневной жизни. Упражнение 10. Помоги Джейсону написать сочинение о том, как он провел воскресенье. Дополни его рассказ недостающими словами. Учащиеся выполняют метапребетные действия. Они заполняют пробелы в тексте, используя картинки как подсказки к словам, которые необходимо вписать. Это еще и работа с инструкцией. То есть учащиеся по шагу выполняют действия. Упражнение. Пример из учебника для 4 класса. Это проект. Проектная деятельность несет в себе много возможностей для развития метапредметных действий. Здесь всего и не перечислишь. Пример, который выбрала я, это после юнита 1. Учащиеся делают... после юнита 2. Учащиеся выполняют проект. Will visit fairyland next holidays. Они должны помимо того, что продумать свои действия, работать в сотрудничестве, они должны еще заполнять таблицы, должны все это оформлять, иллюстрировать. Здесь будет обязательно использование какого-либо ИКТ, пускай даже с помощью учителя. Здесь будет и говорение выполняться, они будут рассказывать о предстоящей поездке. То есть проектная деятельность несет в себе сразу много возможностей для формирования метапредметных действий. То есть из того перечня основных 10 добавится еще, пускай мелкие, но очень много метапредметных умений, которые могут быть сформированы. Только с учетом того, что учащиеся будут выполнять проекты. Пример из учебника для 5 класса, из рабочей тетради. Юнит 3, Faces of London, выделила три наиболее заинтересовавших меня упражнения. Это первое, третье и пятое. В упражнении 1 учащиеся должны проанализировать данные им слова и подобрать к ним описание, что это такое. Здесь и повторение лексики, и действия анализа и синтеза. Они сначала думают, что это, потом соединяют. Очень интересное упражнение номер 3, в котором учащиеся должны пропустить через себя нить сравнения, анализа. То есть, дано слово на разных языках, а в опоре оно еще и дано на языке, который мы не изучаем. Это первая колоночка, это французский язык, вторая колоночка, немецкий язык. И учащимся требуется написать по аналогии это слово на английском и в соседней колоночке его перевод на русский язык. Возможно, конечно, не сразу учащиеся и догадываются о том, что слово значит, но это упражнение заставляет их задействовать все сразу вкупе логические операции. Упражнение 5. Это упражнение на мозговой штурм, причем здесь как он перевод с английского на русский, так и с русского на английский. И все это вокруг всего лишь одного слова, вокруг слова «туристы». Что могут делать туристы? Они там могут фотографировать древние церкви, покупать сувениры и так далее. И учащиеся выбирают, что они могут к этому еще добавить. Потому что под буквой B, как мы видим, их просят еще и придумывать 4 предложения, используя эти word combinations. Пример из учебника для 6 класса. Часто пишут на форуме, и просто часто коллеги говорят, что учащимся сложно устно, например, сравнивать две картинки. Что само по себе является уже метапредметным умением, так как задействован механизм анализа, синтеза, сравнения. Как можно снять эту трудность? Можно начать урок перед этим упражнением, лучше перед упражнением, так как авторы советуют соблюдать последовательность упражнений, как они даны в учебнике. Начать урок с brainstorming. На доске обычный или интерактивный написать ключевое слово. У нас это с вами слово city. Упражнение 67. И попросить учащихся назвать все слова, которые они ассоциируют с этим словом. Учащиеся говорят слова, учитель записывает их на доске. А далее, уже по всем словам, которые учащимся удалось вспомнить, возможно, что-то с подсказкой учителя, это будет снятием трудностей перед говорением. Посмотрим. Упражнение 67, я указала стрелочками, очень удачно поможет учащимся выполнить упражнение 70. Упражнение 71, 72. 72 упражнения на мэтчинг, на соединение двух столбиков, синонимов. На упражнение 73 учащиеся говорят. Упражнение 74, это групповое общение. И все это, если повторить лексику по теме город, как предлагается упражнение 67 в начале урока, поможет дальше учащимся легко справиться с целым перечнем разнообразных упражнений, направленных на разные виды речевой деятельности. Еще мне хочется показать то, как метапредметные умения формируются средствами, обучающие компьютерные программы к учебникам. Покажу на примере обучающей компьютерной программы к новому учебнику EnjoyEnglish для пятого класса. Одно из упражнений это кроссворд. Есть у меня в двух видах. Это не просто выполнение кроссворда. Здесь проверяется как лексика, так и орфография. Это отличная подспорья, отличная замена словарному диктанту. И заодно это упражнение формирует целый ряд метапредметных действий. Это действие анализа, то есть анализ задания, определение каждому слову, которое необходимо угадать. Учащиеся анализируют, что это за слово по его определению. Это заполнение анкет, таблиц, выполнение схемы работы с ними, так как мы заполняем кроссворд. Не нужно путать то, что у нас заполняется по горизонтали, что заполняется по вертикали. Учащиеся и это тоже запоминают. Это оценочная деятельность. То есть после проверки, когда мы нажмем чек, учащиеся увидят, где они ошиблись. Слово будет выделено на красном. В этом случае они выходят из упражнения, заходят в него заново, видят уже другой кроссворд, по-другому расставлены слова, по-другому, возможно, перемешаны вопросы. И они выполняют заново. То есть у нас оценочная деятельность – это самооценка. Они сами себя оценили, что они ошиблись, они возвращаются. Это действие рефлексии. Больше они уже такой ошибки не допустят. То есть на тот или иной вопрос они уже знают, что им нужно впечатать, либо как слово правильно пишется. Следующее метапредметное умение, которое здесь задействовано, это, безусловно, само ИКТ. Еще я как один пример взяла тоже из этой же обучающей компьютерной программы. Упражнение накрываем на стол. Я покажу сначала, что будет, если учащийся выполнит его неверно. Данное упражнение сразу же формирует несколько метапредметных действий. Это работа по инструкции, по заданию. Учащиеся по инструкции ставят тот или иной предмет на стол в определенное место. Сейчас у нас произошла ошибка. Сэндвич положен не на тарелку, он был на столе. Соответственно, учащиеся видят, что они допустили ошибку. Делают заново. Они могут еще раз ошибиться. Могут выполнить упражнение сразу правильно. То есть каждый раз, когда они выходят из упражнения и заходят в него заново, инструкции будут немножко меняться. Вещи, которые нужно будет класть на стол, будут лежать в другом порядке. И когда задание выполнено правильно, учащиеся получат своеобразный бонус. Такие задания, как мы увидели в обучающей компьютерной программе, также способствуют и повышению мотивации учащихся к изучению предмета. Данная программа, к примеру, была использована мной на уроках, хотя иная новая, но мы с учащимися ее попробовали. Обучение идет на ура. С удовольствием накрывают на стол, с удовольствием выполняют упражнения. Хотелось бы показать вам, как мы выполняли проекты по новому учебнику до пятого класса. Это проект из юниты 1. Учащимся нужно было составить калаш по теме кружки. Какие кружки у них есть в школе, какие бы они хотели, чтобы у них были в школе. И вот оформляли они это по-разному. Мы, конечно, рекламировали свой город. Был у нас такой проект. Рисовали эмблему к школьным, к кружкам, куда ходят учащиеся. Вот так он выглядит поближе. Здесь при выполнении данного проекта учащиеся задействовали вырезки из журналов. Ну и, безусловно, свою фантазию, когда они наклеивали все в хаотичном порядке. Когда они выбирали, в какие клубы бы они хотели ходить, какие они ходят, что подходит, что не подходит. Это сразу же все то, о чем я рассказала выше. Это проект, это задание творческого характера, это развитие познавательной личностной рефлексии, это и работа с инструкцией, потому что к проекту у нас, безусловно, были даны определенные инструкции, что надо вырезать, как это лучше делать, что куда клеить, что как подписывать. Слова, лексика, это вся лексика, задействованная из юнита, который мы прошли. То есть такой завершающий урок, который был нам очень нужен. Ну, теперь, я думаю, я могла бы ответить на вопросы. Вижу, что красивый коллаж.